русский добровольческий корпус подписал ирпенскую декларацию и прочее прочее то есть нужно было ну понимаете ситуация какая очень странная ситуация по украине то есть в плане украины в планы украинского руководства не входит поддерживать сопротивление в россии это сейчас мы уже прекрасно знаем даст вот этот добровольческий корпус который якобы создан и это ну фикция полная да то есть показывает каких-то заматашек и и появился пономарёв вот самый главный корпус ник до который сидел сидел на жопе ровно все эти годы потом раз понадобилось лицо для русского корпуса ну вот выдвинули пономарёва вот я вам покажу фотографию его другой меня нет к сожалению подписания декларации вот этой свободной россии там этого русского добровольческого корпуса то есть не русского добровольческого корпуса как он господи называется сейчас 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 а ну да русский добровольский корпус писать так как мы называли о как они назвали даже у нас очень смешные люди я что-то они как-то там свобода россии что-то и прочее прочее так это не то это вот хорошая да фотка я не показал не задерживайся говорит горбачев и путин не задержится михаил сергеевич я вам обещаю вот подмарёв подписывает видите вот вот это весь добровольческий корпус я так понимаю тут собрался потому что других фотографий нет потрясающие силы конечно вот и значит паху на чё похожи вот еще раз я вам ковой были на 5 я зачистил покажу знаете на чё похоже я помню там в конце 80-х начале 90-х до по телевизору показывали это фарду кусочки из французской жизни из французского телевидения было шоу нарциссо такое даже чем выражал шоу нарциссо в том что некий нарциссо приглашал женщин на телевидение они пели под фонограмму для своих мужчин значит под фанеру пели и показывали сиськи вот то есть с голыми сиськами пели пели под фанеру вот почему-то у меня это вызвало ассоциации такие а вот это это фанера как под фанеру показывать там голые сиськи это честно по-другому я это не назову поэтому я думаю сейчас понимают что в россии сопротивление растет естественным образом да путина и нужно как-то это дело возглавить поэтому вот вытащили пономарева да и замотаж когда они не могут вытащить что такое то организация которую представляет пономарев кто-то помарив помощник виксельберга вот эта организация помощников виксельберга никак иначе то есть и абрамович и виксельберги кто нормально грабил россию они хотят продолжать это делать а как это сделать но очень просто вот через какой-то там корпус до якобы который где-то сражался где сражался но такие мы их не видим не знаю но вполне нормально когда россия начнет разваливаться туда можно ввести любых людей любых вообще каких хочешь хоть негров написать у них русский корпус это вот те которые украины сражать вот они размотались вот такие у них лица что тут сделать и пономарев у них главный все так что как вы помните мы эту фишку просекли очень давно еще пономарева там не было мы уже понимали кто этим занимается и для чего это делать а вильнюсе открылся конгресс свободной россии туда главные защитники свободы приехали витя шандарович да ну и прочее прочее такие там совершенно невероятные будут защитники свободы как невзлин выступать ну и самый главный защитник свободы это альфред кох тот помните который нтв отжал но это чтобы вы знали кто является защитниками свободы россии помощники виксельбергов кохе с весьма неприятным ебалом и прочее 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 невзлины и это вот это это основа это свободная россия вы какую хотите свободную россии вот вы ее и получите эту свободную россии латынина там тоже который от газпрома харчевала все время и прочее прочее то есть там нормальное количество таких чертей но мы все и сегодня не будем проект конгресс говорить он только открылся посмотрим весело про тебя говорят только что у соловьева ведь как здорово вы там обязательно распространять и запишите чтобы